Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем разбирать Fusion в DaVinci и сегодня о 3D. Это я вам скажу фишка. Когда в первый раз делаешь что-то в 3D, понимаешь, что ты гуру, гений, ты получил 10 тысяч очков опыта и перепрыгнул с десятого уровня на двадцать пятый сразу. Но потом с сожалением обнаруживаешь, что применить это почти некуда. Разве что титры получаются красивые. Но знать это все равно надо. Вот мы создали новую композицию. И вот основные ноды для работы с 3D. Shape 3D, он создает объекты. Вывели на первый монитор. Это Plane, плоскость. Вещь нужная, но не сейчас. Сейчас сделаем куб. Мне кажется, все всегда начинают с куба. Размер. Тут цвет. Опять же настроек много. Если буду рассказывать про все, только на ноду Shape 3D уйдет три скринкаста. Так что исключительно про самое важное. Specular Color это цветотражение. Он для блестящих поверхностей важен. Но сейчас мы в любом случае ничего не увидим, потому что тут недостает еще нескольких важных нод. То есть на самом деле у нас пока даже объекта нет. Видите, он отказывается выводить его на Media Out. Потому что сейчас у нас объект в 3D, а видео у нас в 2D. То есть его нужно сначала отрендерить с помощью ноды Render 3D. Вот мы его отрендерили. У нас даже появилось какое-то изображение. Но оно пока мало напоминает куб, хотя если его покрутить. А покрутить мы его можем с помощью вот этих, например, кнопок. Они же есть в настройках ноды вот здесь. Но для удобства вынесены еще сюда. Вот это перемещение по XYZ. А так его можно крутить. Тоже по трем осям. В данном случае по Y. Куб в Media Out у нас меняется, но все равно он еще не похож на куб. Нужно ему добавить реалистичности с помощью света. А для этого нужно, во-первых, создать мерч 3D, куда уже можно будет напихать все, что захотим. А захотим мы, во-первых, фонаря, а во-вторых, камеру. Сюда вынесен Spotlight. А вот такой фонарь, который имитирует прожектор. Ну или лампу с абажуром. При этом опять ничего не меняется, но пока оставим и добавим сюда камеру. Кстати, управлять изображением в мониторе нужно так. Зажатое колесо мыши и правая кнопка, нажатая одновременно, вращают изображение. Просто вращение колеса мыши перемещает вверх-вниз. Нажатое колесо мыши двигает изображение по всем осям. И колесо мыши, зажатое одновременно с левой кнопкой, изменяет масштаб. В общем, перепробуйте все варианты, привыкнете. Итак, добавим камеру. Тоже отъедем и посмотрим, что мы видим через камеру. Ну, в общем, видим куб, хотя все еще не идеальный. Камера вещь очень удобная. Тоже надо привыкнуть. Сейчас она немного сверху его берет. Одно непонятно, почему у нас нет света. Потому что вот здесь надо включить галочку Enable Light. Почему она по умолчанию выключена, не понимаю. Я, мне кажется, ни разу не использовал 3D без света. Можно еще и Shadow включить тени. Вот видите, наконец-то у нас появился свет. Spotlight, прожектор. А можно чуть-чуть размыть ему края и сделать поменьше. Кроме Spotlight есть еще три источника света. В принципе, все три бывают нужны. А вот, например, Ambient. Это постоянное и равномерное залитие сцены. То есть, видите, он у нас внутри куба сейчас находится, но при этом светит на всю сцену. Куда бы мы его, в общем, не пихали, он будет светить. Примерно как солнце. Хотя нет, у солнца все-таки есть направление. Солнце это скорее Directional Light. Он тоже светит как бы везде, но при этом имеет некоторое направление. А вот. Ну раз уж это солнце, сделаем его желтым. Итак, вот он наш куб. Вроде бы все нормально, но чего-то все равно не хватает. Наверное, фона. Image Plane, просто плоскость. Можно ее выкрасить каким-то цветом, но мы дадим на нее изображение. Закидываем фотку. Вот у нас белый Image Plane. Подаем фотку на вход и получаем вот такой результат. Какие-то деревья и солнышко. Вполне себе миленько. И если мы теперь это все закинем в общую композицию, в Merge 3D можно запихивать неограниченное количество нот. То мы получим, получим мы, где у нас Image Plane, вот такую конструкцию. Причем тут видно, что изображение маловато для фона. Даже не надо включать вид с камеры. Мы его увеличим скейлом, и теперь мы имеем вот такой вот кубик на фоне леса. Лес у нас желтый, потому что мы его засветили желтым солнцем в Directional Light. Цвет, соответственно, можно поменять. На белой фотографии замена цвета виднее, чем на красном кубике. А вот. Еще у нас тут есть тень от куба. Тень он просчитывает реально, если бы фон был дальше, тени были бы меньше. Но мы ее лучше совсем уберем. А вот здесь в рендере галочка не просчитывать тени. И все. Простая 3D модель готова. А в следующем видео я расскажу, как это все можно анимировать. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok